Афганно-китайская тема Так вот, ситуация сейчас сворачивается, скручивается, закручивается вокруг именно зоны Китая, западного или даже юго-западного Китая и Афганистана, где живут непонятные товарищи. Которые нам совершенно не товарищи. И вот вы на днях все видели, как самолет американский взлетал, а они пытались полетать на нем так же, как в фильме «Аватар», прыгая сверху и пытаясь накинуть какие-то вожжи на эту железную алюминиевую машину. Цивилизации там не было никогда, ни в какие времена. И то, что туда ездил Александр Македонский за какой-то авестой, это все придумки историков. Реально, мы с вами видим, что вся цивилизация там строится только на исламе и только на Калашникове. Касаясь самого очага, афганского очага грядущей войны, я хочу отметить то, что, на мой взгляд, нельзя ни в коем случае помогать начинающим цивилизациям строить свои какие-то миры. Почему? Потому что они совершенно не понимают ценность открытия. Они не воспринимают этой ценности, потому что они никогда не проходили сей тяжелый труд, чтобы в результате получить то самое открытие, создать ту самую действующую единицу этого открытия. И получается очень интересный такой момент. Мы можем это проследить на тех возможностях, которые дают афганцам Калаши. Вот они ходят во всех своих тряпках. Я вас прошу прощения за их национальную культуру. Здесь я ни в коем случае не покушаюсь на нее. И таскаю с собой изделия нашего, нашего с вами военпрома. Чтобы сделать Калашников, нужно иметь русские мозги великого-великого народа. Вы, наверное, в курсе, мужчины, мужская половина нашего общества в курсе, что Калашников не смогли повторить ни одни народы на планете, несмотря на то, что у них есть огромные возможности по производству и разработке оружия. Я как конструктор в каком-то смысле оружия, ракетного оружия в прошлом, я понимаю, о чем я говорю. И Калашников сделать новый или тот же самый повторить, это нужна выдающаяся способность ума, интеллекта, целой расы, целого народа. К сожалению, таковыми не обладают те народы, которые начинают или только становятся на путь своей цивилизации. И этим они как раз выгодны, эти народы. Почему? Потому что в их теле, вот где они расселены, они всегда плодятся и размножаются очень быстро, потому что у них нет ни телевизоров, ни отвлекающих каких-то начал. И все развлечение сводится только к тому, чтобы заниматься сексом. Это известно еще из деревенской жизни, мне об этом говорил и дедушка, и вообще я это все помню еще из деревенского своего прошлого. И сегодня те товарищи, которые затевают эту войну, которая нам грозит сегодня все более и более отчетливо, они понимают, что очагом, то есть тем местом, куда нужно спички подбрасывать, очагом этого места, места развязывания войны является как раз тот народ, который наиболее дикий. Афганистан всегда был одним из наиболее диких народов, несмотря на все то, что сами о себе они знают хорошее, так или иначе, но весь мир сегодня посредством США, посредством наших правоохранительных органов, весь мир сегодня борется с тем самым Талибаном. Это запрещенная экстремистская группировка, сегодня она уже завладела государством, но экстремистских своих направлений она не потеряла. Да, может быть, наши, может быть, американцы ее в конце концов признают, но смысл того, что ее руки обогрены кровью многочисленного количества людей, это остается смыслом. Поэтому Афганистан сегодня это тот змеевник, через который происходит развязывание войны. Во-первых, еще раз теперь к обобщениям перейду. Во-первых, американцы, когда туда пришли, когда они забрали у нас эту поляну, они стали там выращивать наркотики. Они этими наркотиками, а урожайность довели афганцы под американцами до десятикратных, двадцатикратных превышений над тем, что выращивалось при наших войсках. И вот этим урожаем они уничтожили цивилизованные народы Европы, Америки и России. Почти все сегодняшние поражения от всех этих наркотиков, оно является виной Афганистана, афганского народа. Они себя считают сельхозработниками и больше семидесяти процентов афганцев выращивают как раз те самые наркотики. Они делают это осознанно, и не пишите мне в комментариях, что вот вы на афганцев катите, а они такие хорошие, трудолюбивые. За выращивание наркотиков существует определенная кара. Она не только уголовная, она еще и кармическая. Те персонажи, которые выращивают наркоту и убивают детей, людей, многочисленное количество детей, они не то что своих никогда не имеют. Они своих детей имеют полнейшими идиотами, растениями и животными. То есть то, что у них рождается, всегда ведет к деградированию этой нации. Это мы видим не только на Афганистане, когда они полностью уже сегодня погрязли в пещерном образе жизни, и наркотики у них превратились в самое главное их достижение по существованию. Такая же ерунда творится и в Южной и Центральной Америке. Там тоже есть народы, специализирующиеся на таких преступлениях. Весь мир с ними борется, и борется, к сожалению, безуспешно. Потому что в Соединенных Штатах в свое время клан Бушей прикрывал эту наркоторговлю, и этой наркоторговлей клан Бушей возвел себя и отец, и сын на пост президента Соединенных Штатов. Об этом много писалось в те времена, когда они баллотировались. А после того, как они стали президентами, это стало моветоном, хотя торговля наркотиками колумбийских и других производств, она никуда не делась. Сейчас вся эта ситуация от Америки отодвинута сюда, к нам под бок в Афганистан. И еще интересно то, что эта же наркота идет еще и в Китай. И Китай, он, естественно, контактит с этими производителями. Я понимаю, что у китайцев там своя какая-то ситуация по этой химии, по этой биологической химии. Но теперь мы посмотрим этот самый Афганистан как центр кристаллизации самой войны. Уже сейчас идут отловы китайских в том числе людей, и афганцы, ну, скажем так, передают, хотя, может быть, и продают китайцам уйгуров, которых потом китайцы забирают себе в Синьцзян-Уйгурский автономный округ, который они завоевали, который к ним никогда не относился. И там производят опыты над людьми, об этом пишет многочисленная пресса, и нам говорили уйгуры сами, которые оттуда родом, и которые переехали сюда, или, скажем так, бежали сюда. Там происходят различного рода эксперименты биологического плана. Короче, уничтожение биологических объектов с помощью биологических объектов, пытки различные, все что угодно. И Китай там наращивает свои знания по применению биологических видов оружия, о чем и говорил недавно Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России, объявляя то, что у нас уже мир на грани такой биологической войны. Увидев, что американцы бегут из Афганистана, Китай, естественно, обозлился, и он решил себе вернуть Тайвань. И повод, в принципе, есть, потому что там стоит тоже американская армия, контингент определенный, достаточной численности, чтобы придраться по определенным международным договорам, чтобы Китай заставил или захотел вернуть себе Тайвань. Смысл здесь заключается вот в чем. Тайвань сегодня является производителем различных микрочипов для гражданской продукции. Военные продукции обеспечивают себя сама. Те вещи, за которые отвечают у нас Дмитрий Рогозин и все публичные деятели, они на гражданской основе реализуются. А те, которые мы не видим, которые являются секретными видами оружия, те формируются, изготавливаются, конструируются, создаются на секретных видах, на наших с вами разработках, которые не популяризируются в широком масштабе. Я вас уверяю, что самая передовая электроника делается вовсе не в Китае, не в Тайване, не в Японии, а совершенно в других европейских и в нашей России странах, даже не в США. И уже США кормится из Европы, а мы обходимся своей элементарной базой. Некоторые говорят, мол, ну а что вы тогда не сделаете телефон или там планшет? Но, ребята, а зачем? Зачем нам на специальных заводах раскрывать их существование, рассекречивать эти заводы? Зачем нам представлять какую-то ерунду, которую могут сделать тайваньцы за копейки? Зачем нам повторять попытки срывания бананов с дерева? Ну, мы и так знаем, что придет время, и если нас заставят лезть за бананами, мы сорвем их, проблем здесь нет никаких. Зачем нам показывать, что да, действительно мы умеем и умеем это срывать с помощью, ну скажем так, космических технологий? Так вот, на самом деле захват Тайваня Китаем или возврат Тайваня Китаем, он может привести к тому, что вся промышленность Европы, многих других стран, которые используют эти чипы, особенно автомобильных всевозможных, там холодильники и другие вещи все бытовые, они могут коллапсировать, начать коллапсировать и, будучи зависимыми от центра этих производств, могут большинство предприятий вторичной сборки просто накрыться. И это тоже будет очередной порцией дров, которую подбросит международный империализм в очах грядущей и наступающей войны, чего очень и не хочется. Ну и еще такой маленький штрих по поводу, вы, наверное, сами уже понимаете, как все это устроено. Сначала нам некие такие международные силы устроили тотальную операцию страха. Эта операция, вы сами знаете, что она под собой имеет, это модная болезнь, когда якобы очень большие количество людей, а точнее на самом деле большие количество людей впадают в панику из-за того, что им что-то угрожает. На основании этой паники государство, не только Россия, а почти все государства нашего мира, они ввели различного уровня ограничения и обрушили свои экономики. Все президенты этих стран, все принадлежат к одной и той же нации ближневосточной и действуют синхронно, повинуясь приказам и указам из одного и того же преступного центра. И они разрушили эти экономики для чего? Для того, чтобы подвести всю нашу цивилизацию к Третьей мировой войне. И когда мы сейчас подходим к этой войне, что получается в итоге? Люди все на всех местностях деморализованы, испуганы, находятся в состоянии паники, страха, шока. Они потеряли работу, потеряли родных, близких, еще там кого-то. Их государство потеряли экономики, потеряли субсидии. Невозможно рожать детей, потому что нет перспектив. Все идет к упадку. Президенты всех стран, все как один выступили на уничтожении своих государств. Я их, как говорится, не ругаю, просто они принадлежат другому, видимо, лагерю. И, естественно, такой деморализованный мир захватить уже вторичными военными средствами гораздо проще. Это все равно, что сначала по какой-то территории отбомбилась авиация, а потом после этой авиации идут штурмовые отряды и просто добивают тех, кто остался. У нас в нашей стране уже даже невозможно сделать, ну или так скажем, невозможно рассчитывать на военпром, от которого, возможно, уже ничего не осталось. Мы же не знаем, что там в подземных заводах. Может быть, там такие локдауны объявляли, что просто людей не осталось. Я знаю по Туле, что там 160 военных предприятий, всех приказали пройти определенную процедуру. И эта процедура, во-первых, рассекретила всю эту компашку нашу, на которую мы в случае войны могли бы опираться. И более того, что теперь все эти люди под карандаш западным разведкам и могут быть убраны в любой момент. Мы даже никогда не догадаемся, что они были убраны, потому что запишут ту самую модную болезнь. Ну и последнее, что опять в этом моменте хочу сказать, то, что считается, что экономически война нужна. На самом деле нет. Я уже много раз говорил, что экономика строится на основании возрастающего долга. Мы все это видим по Америке. Чем больше долг, тем лучше живет народ. Потому что из 90-х годов мы помним, что погибает тот человек, которому должны, а не тот, который должен. Как правило, в то уголовное время, 90-е годы, на путь преступления становился тот, кто должен. Он нанимал киллеров, и они убивали того, кому он был должен. Вот так строится ситуация всегда. Поэтому сегодня, какие бы банкиры ни пищали, что у них там триллионные задолженности перед ними, и они вот такие богатые, нужно будет, придет последователь Обамы и размажет их по стенке, и забудутся все их долги, простятся им все эти долги. Поэтому война сегодня разжигается не за это. Война сегодня разжигается за глобализм. Разжигают ее глобалисты, которые принадлежат, повторюсь, к одной и той же нации, к одному и тому же народу, которые хотят у нас установить свое правление, фашистское правление, потому что фашизм – это связка, и установить свое национальное государство, называемое глобализмом, где слово глобализм переводится как религиозность, вера. То есть религиозное государство. Вот в чем опасность. Редактор субтитров А.Семкин